МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице региона обсудили возможности повышения финансовой грамотности среди местного населения. Почему это так принципиально? Потенциальные специалисты и социально-гуманитарный колледж начал готовить сетевых и системных администраторов. В СУЗе появилась современная лаборатория. Что ели пустозеры? В Наринмаре состоялась дегустация старинных блюд с северной кухней. Необычные рецепты от профессионалов. Об этом не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Подводим итоги первого рабочего дня. Дня понедельника в студии Олега Танзейский. Здравствуйте. Мост в Тельвиску спроектируют до конца года. По итогам открытого конкурса проектные работы по временному низководному мосту через протоку Печоры и казюновиска предстоит выполнить компании «Мостсервис». Подрядчику необходимо разработать оптимальные, экономически целесообразные, эффективные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические решения для строительства объекта. Компании предстоит выполнить работы по проектированию до конца этого года. По условиям контракта низководный мост планируется длиной 160 метров с расчетной грузоподъемностью в 60 тонн. Автомобильное движение будет организовано в одну полосу со скоростью не более 60 км в час. Опоры моста предполагаются из стальных конструкций, а дорожная одежда из деревянного настила. Габариты проектируемого инженерного сооружения должны обеспечить пропуск маломерных судов. Стоимость проектных работ обойдется окружному бюджету в 5,5 миллионов рублей. И в продолжении уже скоро в поселке Искатель откроется новая объездная дорога и добираться до города местным жителям будет гораздо удобнее. Напомню, возведение транспортного участка занимается компания Наринмар Дуримстрой. Сейчас работы на объекте постепенно завершаются. По замыслу строителей новая дорога должна разгрузить улицу Юбилейная и открыть более удобный проезд к Тиманской и Озерной. Все подробности у наших коллег. Сейчас работы на объекте выполнены на 90%. Уже начинается укладка асфальта на последнем участке, который ведет непосредственно в поселок Искателей. По словам строителей, новая объездная дорога будет сдана вовремя, согласно всем условиям контракта. Кроме укладки полотна, сейчас ведутся работы по нанесению разметки, установке специальных знаков и укреплению обочины. Для асфальтирования магистральной дороги Наринмар Дуримстроем было заказано 400 тонн битума и 9 тысяч тонн щебня. Эту объездную дорогу начали строить два года назад. Общая стоимость заключенного с подрядчиком контракта составляет порядка 260 миллионов рублей. Больше половины суммы было выделено из федерального бюджета. Протяженность дорожного полотна составит почти 2 километра. Ширина проезжей части 7 метров. Согласно контракту, объект должны сдать не позднее 30 октября. Впрочем, по словам начальника бригады Игоря Кользина, работы ведутся с опережением графика. Материалов техники хватает, поэтому открыть проезд могут и раньше. Мы постараемся закончить раньше, запустить движение и все сдать. Какие-то опасения есть, что что-то может помешать? Нет, опасений нет. В принципе, у нас все есть, материал есть, все есть. Погода только. Пускай чуть-чуть подержится без мороза. Все будет нормально. Сроки сдачи объекта обсуждали еще в начале сентября во время встречи главы региона с руководством предприятия. Тогда исполняющий обязанности директора Наринмар Дуримстроя Владимир Дадов сообщил Александру Цибульскому, что, несмотря на имеющиеся сложности, дорогу должны построить раньше срока. В принципе, мы идем и работаем в графике, даже при всех логистических проблемах, еще масса других проблем будет. Финансовые. Надежда, финансовые проблемы, потому что последний транш, там, с иноментом, очень не заходил. Но все решили? Все решили, да. В течение 15 дней мы уже есть ослаб. А дальше останется все. А дальше останется откосы, установка логер, знаки, знаки. До 1 октября где-то 1 октября. Может быть, там еще неделю мы не везем. Но это погодные условия могут позволять работать. Да, хорошо. Объездная дорога должна снизить нагрузку на улицу Юбилейная и открыть более удобный проезд к монтажникам и Озерной. В таком случае жителям Искателей при выезде в сторону окружной столицы больше не придется объезжать едва ли не весь поселок. Разгрузить движение и сделать более кратчайший путь с города в Искатели. Также еще автобусные, две автобусные остановки будут дополнительный маршрут ходить к нефтебазе, чтобы работники нефтебазы добирались уже на автобусе, а не пешком. А вот работы по возведению моста через захребетную курью полностью закончены. Здесь дорожники не по двери. Строительство объекта завершено в срок. Иван Кутенников, Сергей Качегов, Телеканал Север. Другим темам. Минувшую субботу в новом микрорайоне авиаторов произошло ДТП. Водитель Нивы Шевроли не справился. С управлением автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. В момент аварии в салоне находились двое мужчин. С места происшествия их забрала бригада скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники госавтоинспекции. Между тем, двумя днями ранее здесь же произошло еще одно ДТП. Но уже со смертельным исходом водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека. От полученных травм он скончался на месте. По данному факту следственным отделом управления МВД России по Ненинскому округу решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между поселком Искатель и Аэропортом открыт новый автобусный маршрут расширить сеть Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта ранее поручил в Рио губернатор Александр Цибульский, которому в соответствующие просьбы обратились жители поселка Искателей. Для организации автобусного сообщения между поселком и аэропортом проведен электронный аукцион, по результатам которого определен исполнитель, предложивший наиболее выгодные условия выполнения перевозок. Им стал индивидуальный предприниматель Анатолий Курленко. Маршрут будет круглогодичным, его протяженный составит 20 километров в движении. Осуществляется по центральным дорогам через микрорайоны «Факел», захребетный лесозавод Сахалин и Хриверская экспедиция. Курсирование в рабочие дни начинается в 6.10, завершится в 21.45. В выходные и праздничные дни транспорт по маршруту номер 415 ходит с 7 утра 50 минут до 21.20. Интервал движения составляет 40-60 минут. Расчет стоимости проезда показал, что экономически обоснованный тариф составляет более 70 рублей. Перевозки будут осуществляться по регулируемому тарифу и стоимость проезда для граждан составит всего 37 рублей. Для пенсионеров, школьников и студентов предусмотрены льготные тарифы. Недополучные доходы перевозчику возместят за счет средств окружного бюджета. Жилищный фонд региона готов к озене зимнему периоду. Все многоквартирные дома получили паспорта готовности. Ресурсоснабжающим организациям установлен срок завершения подготовительных работ не позднее 1 ноября. На сегодняшний день паспорта готовности выданы на 407 домов в Нарейнмаре, поселке Искателей и в муниципалитетах Заполярного района. Речь идет о домах. Централизованной системой теплоснабжения на территории Заполярного района из-за проводимого капитального ремонта не получили паспорта готовности детский сад в поселке Красное, здание администрации в Андерме и жилой дом в Великовисочном. После окончания капитального ремонта, завершения которого запланировано на конец октября, по этим объектам будут выданы акты готовности. Что касается объектов жилищно-коммунального комплекса энергетики, подготовка к зиме продолжается. Теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить паспорта готовности не позднее 1 ноября. Стоит отметить, что отопительный сезон во всех муниципалитетах региона стартовал в конце августа. На сегодняшний день все котельные, обеспечивающие централизованную подачу тепла для социально значимых объектов и жилищного фонда НАО, работают в нормативном режиме. В Наринмаре обсудили возможности повышения финансовой грамотности. В регионе участие в совещании приняли представители органов власти, курирующие сферу финансов, а также непосредственно представители окружных образовательных организаций. Свой опыт в этой области представило Архангельское подразделение Центрального банка России. Основными направлениями деятельности ведомства являются в частности работа с учреждениями среднего и высшего образования, детскими лагерями отдыха, а также подготовка и повышение квалификации педагогов. В 2018 году мы проводили, ну не только в 2018 году, мы проводили мероприятие как бы на трех площадках. Во-первых, это наш музейно-экспозиционный фонд. Мы приглашаем к себе в отделение школьников, студентов, педагогов и на базе нашего музейно-экспозиционного фонда проводим мероприятия. Это открытые уроки, лекции. Младшим детишкам мы читаем лекции на тему денег, какие в стране есть деньги, как распознать фальшивки. Более старшее поколение школьников у нас изучают вопросы инфляции. Платежные карты очень интересуют. В последнее время стали инвестированием очень интересоваться. Прямо в заявки от школ поступают инвестирование, инвестирование, инвестирование. И вот мы как раз в начале октября, с 1 по 7 октября проходит Международная неделя инвесторов. Мы также принимаем участие в САФУ, будем читать лекции на тему «Грамотный инвестор». Представители региональной власти в свою очередь заявили Департамент образования, культуры и спорта должен объединить усилия для того, чтобы повышение финансовой грамотности коснулось в том числе и молодежи округа. Речь идет о школьниках и студентах. Так, в ближайшее время Департамент финансовой экономики планирует провести социологический опрос среди местного населения. Дальше мы планируем в 2019 году провести центр мониторинг уровня финансовой грамотности различной категории с тем, чтобы мы могли определить все-таки где у нас ниши и что у нас еще как бы недостаточно охвачено. Это, конечно, проведение социологического обследования. Пока мы не знаем, как к этому подойти, я думаю, что мы подумаем. Программу мы это включаем. Приглашаем вас подключиться к нам, подсказать, допустим, когда мы будем предъявлять их задания и как это будем проводить. Потому что, конечно, охват должен быть всех, в том числе и учащихся. По направлению работы Центробанка на уровне дошкольного образования отмечено, что в настоящее время существует примерная программа по финансовой грамотности, а также методические рекомендации по вопросам преподавания основ в этой области. Что касается среднего образования, то Архангельское подразделение Центробанка готово проводить точные онлайн-уроки по финансовой грамотности в Ненинском округе, а также оказывать консультативную поддержку учителям школ региона. Добавлю, под финансовой грамотностью понимается достаточный уровень знаний и навыков в области экономики, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и, соответственно, принимать разумные решения. Социально-гуманитарный колледж Шеменево-Учейского начал обучать сетевых и системных администраторов для запуска новой специальности СГК оборудовал современную лабораторию. Помощью ее приобретение образовательному учреждению оказали администрация округа и компания «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве. Для материально-технического обеспечения обучения будущих системных администраторов закуплены маршрутизаторы, коммутаторы, экраны, проекторы, планшеты, ноутбуки, телефоны, IP и прочее оборудование. Как отметили в Департаменте образования, первый набор будущих системных администраторов составил 25 человек. Также было отмечено, что теперь предстоит определить интерес к данной специальности среди окружной молодежи, в результате чего станет понятно, как часто колледж будет проводить следующие наборы. Специально сетевой и системный администратор относятся к топ-50 специальностям, то есть входит список наиболее востребованных на рынке труда России перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. По окончанию учебы выпускники должны будут уметь выполнять проектирование и эксплуатирование объектов сетевой инфраструктурой, вести сопровождение их модернизации, управлять сетевыми сервисами. В детской школе искусств подвели итоги конкурса «Край мой северный». В нем приняли участие 28 школьников, из которых выбрали трех победителей. Ими стали Жанна Артеева, Октябрина Овчинникова и Аглая Барышева. Цель конкурса, который проходил с мая по сентябрь, воспитание патриотизма и любви к малой родине. Основная тематика работ юных художников посвящена природе и людям Ненецкого округа, а также добыче нефти на территории региона. Это не случайно, ведь спонсором и организатором выставки выступил давний партнер детского учреждения компания «Зарубежнефть» и добыча «Харьяга». Победители получили дипломы и ценные подарки, планшеты, электронные книги и акустические системы. Кроме этого, для организации самой выставки нефтяниками были закуплены мольберты, паспорту и наборы профессиональных художников для каждого участника. Лучшие работы будут отобраны для изготовления тематических календарей о Ненецком округе. Неси рыбу, давай чай пить. Сотрудники Пустозерского историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника презентовали сразу две брошюры в рамках проекта «От шабуров к пустоварам». Мероприятие прошло в неформальной обстановке за дегустацией старинных блюд северной кухни. Гуси, тушеные с перловкой, рыбные пироги, наливные шанги и даже пустозерское мороженое с творога. Чего только нет на столах. Одним словом, гастрономический восторг. Считается, что пустозеры придерживались высокобелковой диеты мяса, рыба, грибы, крупы. Овощи и фрукты к заполярному форпосту просто не доставлялись, довольствовались, чем есть. Даже картофель в наших северных местах появился только в 30-е годы прошлого столетия. За столиками представители северных землячеств, рестораторы и учащиеся техникум о будущем поварам. Мы просто просили прийти с каким-то блюдом, которое имеет историю, и рассказать, представить. Причем мы даже не ограничиваем, поскольку люди не совсем знают еще нашу пустозерскую кухню. Поэтому мы сделали очень широкий посыл, что это, возможно, блюдо северной кухни. Поэтому посмотрим, что презентуют, как презентуют. Для нас это тоже интересно и важно. Рецепты – это своего рода семейные реликвии от матери к дочери и так и с поколения в поколение. Я сегодня принесла вот эту самую щуку, которая под молоком. Вот это она моя. Это какой-то старинный рецепт? Да, это мы взяли как раз Нижнепечорский рецепт, который был обнаружен в ходе научно-исследовательских работ. Конечно, его нужно дорабатывать. То есть люди, которые сообщали нам сегодня о Нижнепечорской кухне, они рецептуру не помнили. То есть все это на глазок. Теперь задача будет у рестораторов отработать эти блюда до того уровня, который можно будет выносить уже на какой-то уровень и просто домашний. Петр Васильевич Хабаров, коренной андикчанин, приготовил собственноручно добытого гуся по семейному рецепту. Суп не получится, если ощипать птицу загодя. Только перед приготовлением делится он секретами. Картофеля в те времена не было. В 41-м году первый картофель появился в Андике. Ну, завезли, посадили официально. А так только случайные были поставки, с коми подставляли. Вот. И готовился в перловой крупой. Перловая крупа была доступна им продуктами, долго хранилась везде. Витаминный чай с луком спасал северян от цинги и авитаминоза, уверена участница землячества про сундуй Мария Демидовна Филипова. Этот рецепт она отыскала в старинных книгах. С коми, вот не сказала, с коми привозили репчатый лук. С коми или с Архангельска. Этот лук нарезали могли кольцами, могли кому как нравится. И в чай. В чай, значит, чайную чашку наливаешь в чай, заварку и прикрываешь блюдечком. Пока ты кушаешь, оно заваривается. Все отдает, все витамины, все уходит в чай. Лук остается уже сладенький, вкусненький. Вот я и сказала, что дети кушали уже лук, взрослые выпивали чай. Гороховая каша с грибами сытно и полезно уверены будущие повара из профтехучилища. Надо отметить, что в ноябре Пустозерский музей запускает еще один проект. И сегодняшнее мероприятие своего рода «Отправная точка». Он будет связан с популяризацией местной кухни через нарьинмарских рестораторов. Кстати, сегодня представители ведущих ресторанов города угощают участников презентации северными блюдами. Говорят, рецепты выбирали в архивах Пустозерского музея. Так, чтобы хозяйки могли взять на заметку и сами повторить дома. Мы профессионалы, трудностей не было, да, в основном не было. Вот это ресторан «Артишок», сварили кисель за годи, он уже введен у нас в меню, и мы хотим побольше адаптировать, сейчас больше блюд вводить, именно северных, таких вот интересных. Он вкусный, питательный, вообще прекрасный. Вот, и вот такой вот из гуся, ну, то есть блюдо практически местного, из местного продукта. Поэтому трудностей не было, это вкусно. Действительно вкусно, вкусно и познавательно. Ведь каждый рецепт это маленькая история, история северного рода, история северного края. Победители не выбирали, все, без исключения участники мероприятия, получили подарки, кулинарный блокнот и брошюру костюма жителей Пустозерска. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». На этом все, спасибо, что были с нами, далее традиционно прогноз погоды, до встречи в эфире и хорошего вечера. Продолжение следует...